Это ещё один выпуск подкаста «Звукозанут». В гостях у меня Влад, он инженер в команде у Кости Матафонова. Записывал и сводил, значит, перечисляю. Тимати, Клаву Коку, Хабиба, Скриптонита, Алену Швец, Сашу Исте, Золото, Хамалина Ваи, Дайнека, Панайотова и ещё целую кучу артистов А-класса. Человечек, мягко скажем, уверенный. Ещё я приехал на Матвиенко в тот момент, когда ребятам приехали новые джиннелеки 8351 и два саба к ним. Об этой системе и о том, как они звучат, я рассказываю в своём телеграм-канале, можете пройти и глянуть посты от 10 февраля. Я сейчас достраиваю классную студию, там тоже делюсь своим прогрессом, можете тоже следить, если вы из Самары, то вообще можете с нами и поработать. Или студию арендовать под микс-мастер или запись подкаста, интервью или вашего артиста. Вся информация будет в тележке и в группе ВК, короче, подписывайтесь, в общем. Я обожаю, когда разговор с гостем получается сам собой. Мы особо не планировали писать подкаст, просто, не знаю, беседа начала литься. И мы решили её не останавливать. Это и есть настоящий подкаст, я считаю. Давайте не будем больше разглагольствовать, а и дослушать. А с Ромой разумом у меня началась вся моя звука режиссерская, это с Ромой разумом. Кстати, ты же уже пишешь? Ну, всё, значит, мы с тобой пока разговариваем, если чё, потом встаем. Да, я, короче, это, я когда только начинал, и... Ну, я, конечно же, прошёл кости, метафоновые курсы, и... Это был какой примерно год? Не знаю, 15-16, наверное. А, ну... Кстати, ребята, Владик начинал с курса в школе Мюджик Хэтс, а теперь он там сам преподаёт. Мы об этом поболтаем попозже в подкасте. Я сам дважды проходил курс Кости Матафонова, и это отличный курс для того, чтобы уже начать сводить и мастерить. Я его рекомендую всем в частных беседах и с удовольствием рекламирую вам. Это полугодовалый курс, который подойдёт как новичкам, так и матёрым звукорежиссёрам, в котором вы узнаете базу и основы студийной звукорежиссуры, поймёте, с чего начинать и как заканчивать миксы. Так как мы с вами знаем, закончить микс порой очень непросто. Также вы получите практику работы с актуальной музыкой, которая звучит в чартах или звучала в чартах совсем недавно. Пощупать исходники артистов от класса, послушать курс о том, как эту музыку сводить, потом её свести и получить ещё обратную связь от команды Кости — это суперпредложение. Этот курс точно прокачает ваши скиллы, и вы можете начать сводить и мастерить сильно лучше. Я ни разу не слышал плохих отзывов на этот курс и хвалю его с самого начала создания моего канала. Я вижу в ваших глазах немый вопрос. Где я сижу? Посмотрите, какая красота! О стройке этой студии мы ещё поговорим в будущих роликах. А пока переходите по ссылочке под роликом и смотрите, когда же там начало следующего потока этого курса. И не забывайте пользоваться промокодом RADIO. Он где-то будет или здесь, или здесь. Используйте этот промокод, и вы получите 15% скидку на любой курс школы, а не только на этот. Ну и на этот в том числе. Вводите его, не забывайте. Возвращаемся к беседе. И потом, после этих курсов, я два года писал Косте Матафонову. Каждый месяц. Типа, возьми меня в команду? Да. Каждый месяц на протяжении двух лет. И писал вообще совершенно разные. Не просто привет, а писал там, типа, 10 причин, почему ты меня должен взять в команду. И там расписать. Да, да, да. И я вот просто два года. И в какой-то момент он что-то просто не ответил, еще ВКонтакте писал. И в какой-то момент он такой сказал, типа, а, я ему написал, он не ответил, говорю, сорян, просто я хочу стать лучшим и все такое. Он говорит, да, ничего страшного, у меня просто очень много запары у меня, типа, там, работы и все такое. Я говорю, вот видите, типа, если бы я был бы у вас в команде помощником, то запары было бы меньше. Вот, он такой, ну ладно, приезжай на чай, короче. А я в Питере сижу, я же сам с Питера. И все. И, короче, это, и буквально это он сказал в пятницу, в воскресенье, он говорит, приезжаем, я с женой, давай билеты сюда в гостиницу, к нему, блин. И все. И вот так вот получилось. Ни хрена себе. Да, он говорит, ты же в Москве? Я говорю, да, 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 я в Москве. Я говорю, я переезжаю, я уже вообще почти переехал, говорю, мне там чуть-чуть осталось. На самом деле, я вообще не планировал. Я говорю, дай мне недельку, я сейчас все, вещи остальные довезу, и все. На самом деле, вот, приехал в Питер, где бабки, что, как, в Москву переезжать, вообще ничего. Ну, Костя же не сказал, что, типа, приезжай, все, у тебя, я тебе загружу работу, нет. Он мне тогда сказал, мне нужен, типа, мне нужен человек, который будет записывать вокалы. Женский поп, там, Седокова, там, Савельева, ну, вот такой вот. А у меня еще тогда была маленькая студия, точнее, она, я уже закрыл в Питере. Ну, буквально такой продакшн-рум. Хотя я не занимаюсь продакшн-рум, ну, там раньше сидели. Вот. И то, что я с Ромой Разовым начинал, ну, вот. И, наверное, это как-то помогло. И потом, вот, я говорю, дай недельку, я сейчас вещи перевезу, и, короче, все, за неделю просто собрался, нашел каких-то там родственников дальних, у кого здесь была квартира, и они ее сдавали. Там бабки на хату, знаешь, там алтарь какой-то стоял. Я серьезно говорю, просто алтарь, там, эти. Его нельзя было двигать, ничего не это. Мы зашли, а там такой слой пыли, там, никто, не знаю, года три, наверное, не жил, бабушка. Ну, понятно. Там еще какие-то, видимо, уже высохло это, там, в пластиковом стаканчике на нем стояло, видимо, там, водочку поставили, еще что-то. Там, ну, пустой стаканчик, так мы его не трогали. Там иконы что-то. Я просто хотел спросить, как ты попал в Костя, и вообще, как, типа, ну, попасть в большую команду, потому что, ну, у Кости одна из, ну, давай, я скажу так, это скромно, но, типа, одна из лучших команд по миксингу в России, по рекординг-миксинг-мастинг, наверное, в том числе уже. Вот, надо этот, ну, у меня, не у всех, на самом деле, я думаю, что это, просто это совпало, я не знаю, почему, потому что, вот, Миша, он до меня был, да, он по знакомству. Потом я вот каким-то чудом, вот, я говорю... Ну, а ты же, получается, ты же пришел, ты же, ну, особо ничего не умел, ты прямо, ну, то есть ты сел и стал учиться прямо уже в команде, или ты уже что-то... Я вот говорю, когда прошел курс Матафонова, это, я начал в Питере, что-то там какие-то сводить, знаешь, есть группа «Бесплатное сведение», короче, и я там брал песню, брал кусочек, ну, точнее, я сводил всю, но отправлял, потом кусочек, я говорю, вот, знаете, они говорят, да, классно, и я говорю, вот, там, 300 рублей за всю песню, да, и начинал с 300 рублями, там, ну, потом 500 рублей у меня было, и в какой-то момент я просто понял, что я очень много трачу на это времени, потому что как-то получилось так, что вот эти вот подбит, да, делать миксы, это... Ну, во-первых, долго это на это трачу, потому что я тогда прям все резал, вокалы там, особенно, знаешь, эти дома, кто записывает, они вообще, ну, типа, не попадают никуда, это вот надостричишь, режешь и тюнишь, и это просто пипец долго зарабатывать, и на это уходило все время мое свободное, а я, я не знаю, ну, наверное, у всех у нас так, да, что постоянно жажда знаний какая-то. Конечно. Вот, и я понимаю, что мне сейчас платят 500 рублей за то, что я только знаю, ну, типа, я больше не заработаю на этих знаниях, и я начал принудительно уже отказываться, у меня там, я работал на на другой работе у нас, там, семейный, так скажем, бизнес был, там, мы детские головные уборы шили, ну, вот, я там на складе сидел, принимал заказы в С1, там, эти заявочки, там, до седа учет, приход, расход, вот, и у меня там буквально в день занимала часа 4-5, вот, работа, и она была очень дома, у нас склад был прям, и вот я потом проходил, примерно у меня было 8 часов на плюс-минус все это, потому что я понимал, что Костя, он работает по 12 часов, значит, если я сегодня поработаю 8 часов в музыке, то я отстаю от него на 4 часа, как минимум, поэтому... Настолько-то было? Да, и это, и... А у меня еще было вот это вот всегда в голове держалось, что если я сейчас что-то не делаю по музыке, то где-то, условно говоря, такой же Владик сидит где-нибудь в каком-нибудь другом городе, и он... А он это делает, потому что я уже тоже его... Остаешь? Да. Да. Поэтому у меня всегда вот такая какая-то гонка была, и... И я потом, кстати, пришел как-то на семинар в ресторе, знаешь, они раньше, я не знаю, сейчас проводят, нет, какие-то семинары... Я понял, да, да, звукозаписи по концерту там были, там было много разных... Вот, и получается, я тогда записался туда, ну, это был другой конец города, типа там, я жил на парке Победы, а там на Петроградке было, и там еще идти, и я такой, блин, так не хочу, я же не пишу, блин, может слиться, он говорит, да че ты съездил? Че он на метро, там прямая ветка? И я, короче, поехал в итоге, и там был Рома Уразов, вот, он что-то рассказывал, как он что-то сводил какой-то трек из Лоджика, переносил в Протулс, и вот, ну вот, и под конец там осталось там 15 вопросов, и я такой, типа, все там, ну, как там вешать, условно говоря, какой компрессор, какой это, а я, типа, а можно к вам в ассистенте просто? Он говорит, да, пожалуйста, записывай номер, директует номер, и все такие записывают этот, ну, короче, он говорит, позвонишь, я позвонил, пришел, Дегрей студия была. Да, я помню, конечно, там еще успел на ней работать. Да, я, и вот я там, да, ну, грубо говоря, студийная моя вот эта история вся началась вот оттуда, Коля Бритвин, все там был, я ему помогал, даже больше, чем Роме у разу. Ну, то есть, что там, смотать провода, подключить микрофоны. Ты был кофебоем, ассистентом. Да, я помню, как-то Рома что-то попросил куда-то, что-то тейп нужен был, какая-то запись была, я пошел, как-то, встретил на магазин, что-то, какой-то тейп купил. Ну, там, провода надо было аккуратненько их, чтобы не это, такая измененная свадьба, надо было их этот и приклеить тейпом, чтобы никто ногами не цеплялся. Вот, да, в целом, вот так вот, и оттуда вот, как-то вот, ну, это больше запись была. Точнее, не больше, это всегда была запись, поэтому... То есть ты миссингом занимался вообще? Ну, дома, вот, вот. А, ну, да, я понял. Потом после, точнее, параллельно этому, я решил, что можно сделать свою студию маленькую. Точнее, ну, как это, даже не было, что студию маленькую, это было, типа, блин, все хорош дома, потому что, ну, дома, ну, типа, а я купил себе еще первый монитор, тогда я сразу же начал, купил себе Sennheiser 650, эти потом Focusrite 6i6 и Focal Alpha. Класс. Монитор, вот. Я такой, ну, а комната у меня там бетонная дома, 22 квадрата. Ну, естественно, все начинали, я начинал с этого, с домашнего кинотеатра. Вот. Потом купил это и перешел в... Думаю, ну, все, дома уже, ну, куда? И как раз рядом под домом студия какая-то съехала оттуда. Я туда заехал и там начал принимать клиентов. Ну, клиенты такого уровня, типа... Я прекрасно понимаю, что ты говоришь. Запись песни для корпоратива. Да. Не в дубстрой, я не знаю, там, ты всегда со мной, вот. Либо там какая-нибудь мама приходит там... На свадьбу сыну. На свадьбу сыну. И вот, и это просто, это настолько вымораживает, и ты понимаешь, что ты просто, ты все больше и больше погружаешься, не вот, точнее, ты просто погружаешься, и ты просто из этого болота не можешь потом вылезти. И я такой, все, хорош с этой студией, потому что аренду платить надо, все это надо, и такой, все, все распродал и оставил себе наушники и карту. Ты прямо вот рассказываешь, один в один, 15-16 год, я работаю на студии в Самаре, в подвале, бетонное маленькое помещение, где как раз таки приходят писать подарок на свадьбу сыну, песня для какого-то там корпоратива, какого-то это, гимна какого-то нашего, вот это все. И вот я тоже там поработал, наверное, года полтора-два, и после этого ты думаешь, я больше не хочу прикасаться к музыке. Там все просто из тебя, ну, выдавливает. Потому что ты сидишь по слогам, собираешься этих людей, которые не поют абсолютно, их тюнишь, ну, короче... Иногда бывает это, дописываешь что-то за них сам, потом вот этот формант, да, слоги, согласные, типа там вот это все. У меня была целая коллекция этих уже, чтобы самому не записывать. А, у меня, я купил ROT NT1A, вот тогда вот, вот, а наушники для записи были Sennheiser 280-й прошли. Вот они закрыты. И вот, и реально были там S-ки, T-шки, P-шки, B-шки. Вот это вот все было уже подготовлено, если что. Что-то туда, блин, это... Потому что там, ну, сам знаешь. Сам знаю, к сожалению. Кстати, сейчас альбомчик такой классный. Альбомчик какой? Очень одного популярного артиста. Очень популярного? Очень популярного. А ты скажи, а мы потом запикаем. Вы прямо его сводите и мастерите? Да. И ты, и ты? Да. И походу там надо будет Костю саховать пару миксов, буду я делать. Потому что там очень сжатые сроки, что-то. Там до 17-го числа надо что-то 12 песен. Сегодня девятое. Да. У-у-у. Неплохо. С учетом того моего еще загруза. У меня просто сейчас, у меня альбом Чувак, блин. Ну, там есть Малой, короче, свят такой из Сочи. Короче, неважно, он тоже альбом сделал. Надо четыре песни. Ну, точнее, мы ему делали две песни до, он две где-то, и еще четыре сейчас надо свести. Потом вот этот вот поток еще, который есть. Обучение ты имеешь в виду? Нет, поток. Ну, смотри, я просто разделяю, типа, свои клиенты, да, которые приходят. И есть еще поток. Твои личные? Ну, не мои личные, ну, типа, они командные, да, но, типа, которые со мной работают. Вот, а есть люди, которые приходят, ну, первый раз к нам. Я это называю потоком, потому что, ну, типа, они, потом они просто, если они постоянно у нас, то они уже переходят в рамки своих, да, типа. Ну, я всегда говорю, это новые колонки, новые комнаты. Я не знаю, у меня уходит, хотя у меня не было такого, да, что я пересаживался в другую комнату. Но я точно знаю, что сколько я не старался в разных комнатах сводить, то у меня получается первый микс говно, второй микс лучше, лучше, лучше. Вот, сейчас ты слушал, вот, когда зашел, вот это, это третий микс у меня на этих колонках. Но я думаю, еще миксов, микса два, и уже нормально будет. Слушай, а у тебя такое бывает? Ну, я просто поделюсь, как ты с этим борешься иногда, ко мне приходят, обычно почему-то это девушки. Мне пишут девушка, обычно очень одухотворенная говорила. Ой, я послушал ваши миксы, вы такой классный, я посмотрел ваш видеоблог, он такой потрясающий, вы такой вообще волшебный. Вот, значит, у меня есть песни, сколько стоит? Говорю, столько-то. Все, вот мы оплачиваем, не, все вперед, вообще без... То есть я обычно беру половину, сдаю микс, и вторую половину. Она мне все присылает сразу, деньги. Все говорит, давай, все сейчас наделай. И она, я говорю, референсы, давай, что как? Она говорит, нет, вот как чувствуешь, так и своди. Я такой, ну ладно, я как чувствую, так и свожу, скидываю. Обычно, вот, говоришь, два дня она молчит, ничего нет. А потом она мне пишет, Александр, это вообще не то, что я хотел. Александр, то есть уже все, изменился тон, Александр. Это, ну, как бы, это абсолютно, ну, вы не попали. И, как бы, ну, безусловно, ты возвращаешь бабло, если не попал. Нет, обычно я попал не возвращаю, я говорю, давайте исправлять, давайте поищем звук. Ну, я не попал, ну, бывает, я свел микс, который нравится мне. Он не понравился вам, давайте мы соберем, который нравится вам. Но бывает такое, что, типа, ты думаешь, ну, нет, гораздо проще будет сейчас я ей отдать, вернуть ей деньги, ну, или ему, чтобы все начало работать. Но в этот момент у тебя есть вот это вот ощущение, ты думаешь, блин, я какое-то, я говно. У меня такие ощущения, у меня вот, я недавно свел, он вышел уже трек. Короче, смотри, у нас сейчас есть еще постоянные заказчики, это лейбл Матвиенко. Они взяли там что-то 8 или сколько там блогеров, вот, или 9, и им каждый месяц надо по треку делать. Вот, и один из этих, даже два, короче, один из этих блогеров, это Кай. Ну, они такие непопулярные, то есть, они хотят их раскрутить. Вот, и я свел трек, окей, и потом просто он вышел, и мне все начали писать, как это замечательно звучит. Костя, ты говоришь, это кто сводил, типа, там, Эдгару, Владу. Костя мне начал бомбить, что это просто, это пушка, бомба. Потом мне там продюсеры, там, ну, у нас, которые, это, типа, кто сводил, все Эдгару спрашивают, ну, типа, Владу. И, короче, и ты не понимаешь, почему. Потому что ты думаешь, ну, ок, ну, нормальная работа. Это я к тому, что ты думаешь, что я говно, и все такое. Каждый микс, даже если все говорят, что это, мне кажется, блин, нет. Не оно, ну, потому что ты адекватно оцениваешь, ну, мы же не глухие. Ты ставишь дуолипу и ставишь свой трек. Да, да. И ты понимаешь, что, ну, нет. Ну, да. А все в восторге. И ты не понимаешь, что, ну, типа, в какой-то момент, конечно, ты можешь немножко повестись на эту всю историю. Да, да, я нормально делаю, но вот я всегда себя осаживаю, потому что, да и, в принципе, жизнь осаживает, вот, понимаешь. Вот только ты начнешь думать, что ты, в принципе, это сразу же прилетит вот такая вот девочка, которая скажет, это не то, что я хотела. И ты такой, окей, все, значит, это вот жетуха чуть-чуть пробивает. Нос поднял, надо чуть-чуть это. Ну, не так, у меня прям очень мощность зависит, видимо. Я не знаю, может быть, это пока так, надеюсь, все исправится, но меня довольно мощно шушвыряет, что, типа, я думаю, о, да я не так уж и плох, да господи, какое же я говно. Я постоянно вот нахожусь, то есть я никак не могу вот, ну, то есть мне не могу, мне тяжеловато находиться посередине, вот такая вот. У меня было такое, было такое, наверное, года два назад, может, год. Сейчас я перешел, знаешь, с такой... То есть я уже начинаю... Иногда, кстати, чаще всего, когда тебе нравится микс, и ты прям, пе-доволен, чаще всего клиент говорит норм. А, да? Да. У меня наоборот. Если я прям сижу, думаю, какой я кладко на микс собрал, обычно, ну, клиент говорит, не норм. Вот, а у меня, типа, норм, а когда ты, типа, такой... То есть у меня уже сейчас нету такого... Что, типа, да, я собрал говно, но я больше ничего не могу здесь делать. То есть все равно как-то худо-бедно ты из этого всего делаешь нормально звучащий трек. Он, может быть, не, типа... Кто-то может сведеть лучше, да, кто-то может... Потому что вообще оценивать, знаешь, кто как сводит, это, типа, это очень странно. Ты не был в его шкуре, ты не был в его сознании, ты не был в его комнате, ты не был в этом. Ты же и... И не делал... Исходников. Исходников, да, и, типа, блин, ну, типа, типа, конечно, ты можешь сказать, блин, я бы сделал так и так. А другой вопрос, а смог ли бы ты в его условиях сделать так и так бы? Конечно, всегда проще сделать лучше, чем было. То есть даже с той девочкой, мне кажется, лучше сделали там, ну, я сделал. Вот. А получилось все равно, ну, что-то не понравилось. Хотя я делал четко по референсу, а референс там очень ужасно звучал. Ну, я, честно, я просто сделал, как мне нравилось, и потом я понимаю, что нет, это от референса, типа, немножечко по АЧХ промахивается. Я взял МЧК и просто из-за топовски сделал МЧК. О, в принципе, это... Там вот так... Да, там просто был по референсу, там провал был на децибел, наверное, там, я не знаю, на децибел 4, наверное, по 2,5-3, и буст на восьмерке вот такой вот. И типа, и ты такой... То есть он ереский и такой слегка по-дупому еркий. Да, и он очень бубнил. То есть 600-ка там совсем. И то есть, видимо, ну, я начинаю анализировать, что, да, видимо, нравилось в референсе, что вокал из-за этой 600-ки, из-за нижней середины был близкий и подчеркивал эти вот S-очки какие-то это. Ну, то есть, ну, какой-то, ну, V-образный такой, знаешь, получился. Ну, хрен знает. Просто я всем тебя в пример ставлю. Это просто, это какой-то, это гениальный кейс. Спасибо. Просто потому что, это, знаешь, это вот всегда, когда люди тебе говорят, что да нет, у тебя не получится, не получится. Интересно, тебе говорили кто-то, что нет, ты же заикаешься, что не получится, какой тебе YouTube-канал? Нет, если честно. Никто? Ну, мне кажется, что... Блин, не знаю, у меня... Ну, хорошая история, знаешь, была бы. Мне все говорили, я заикаюсь, это, знаешь, как картавый на радио, никогда не может это. Вот. И, типа, и классный кейс, но у тебя получилось. Да. Сделать офигительный YouTube-канал, да, с этим. Ну, я всем говорю, что это, ну, типа, и о чем вы говорите. Ну, типа, вот, 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 пример, и все, у чувака все классно. Поэтому вообще нет никаких преград в этой жизни вообще. Ну, как? Ну, типа, я вот, ну, типа, ну, ты заикаешься. Это то же самое, что я говорю, чтобы какой-то диктор стал картавым человеком. Вот я вот, или там, Саша Эстей, или Рома Капелло. Ну, ты почему-то всех... Мы когда трое собираемся, там идет шквал шуток. Братан, привет! Класс. Да, я просто это, у меня, видимо, очень принимающее окружение. У меня есть близкие друзья, которые, типа, могут на мной, ну, довольно жестко и весело шутить над моим заиканием. Да я и сам, на самом деле, довольно часто шучу, потому что я прекрасно понимаю, что, когда со мной долго общаешься, ты в какой-то момент слегка устаешь от того, что, типа, у меня бывает длинный S. Я думаю, сейчас, я говорю, сейчас я справлюсь с буквой S, у меня сейчас получится. Но нет, ну, как-то это. У меня, наоборот, я же начал читать рэп лет в 13, потому что я заикался и думал, что мне нужно читать не просто рэп, а чтобы он был дабл таймами, чтобы там было все очень технично. Я начал участвовать в рэп-баттлах, чтобы прям, ну, то есть, чтобы не просто рэп, а чтобы это было технически на высоту. Ну, слушай, ну, ты, наверное, прокачался там. Ну, да, да, наверное, я научился работать перед микрофоном, говорить, то есть, держать шинопречку. Слушай, эски, это же этот, ее по волнофорам всегда видно, ее можно в любом моменте порезать, и она даже не это, поэтому, в принципе, можно порезать. Я поначалу очень переживал, то есть, я там, если я где-то заикался на видосах, я там это резал, там все это, а сейчас я думаю, да, и... Ну, конечно, это же живо. Как бы, да. Вот так я разговариваю. Да, и что? Что поделаешь? Ну, а у меня живот, и что мне сделать? И у меня живот. Нет, я знаю, что мне сделать. Ну, как бы, да. Не, ну, тут это, я же был у логопеда, и меня вообще-то двигали, то есть, у меня, короче, ну, не знаю, насколько это, конечно, интересно говорить про мою заикание. Ладно, давай я попробую вложиться в полминуты. Короче, я был в детстве, и каждый раз, когда меня приводили к логопеду в детстве, я приходил и блестяще разговаривал. И он говорил, в чем проблема, не в чем проблема. Потом я стал взрослым, я походил к логопеду, там были небольшие изменения, то есть чуть-чуть это, но потом я пошел к психотерапевту, и он в какой-то момент меня спросил, мне было, наверное, 20 лет, 22, может. Он меня спросил, говорит, ну, а ты же понимаешь, что ты будешь такой до конца своей жизни? Я такой, а у меня почему-то была какая-то странная идея, я даже ее никогда не проваливал в слух, я просто думал о том, что, типа, ну, вот, в 25, почему-то мне так казалось. Щелкнет еще, да. Бам, и я буду потрясающе разговаривать. Почему-то. Он говорит, почему? Я говорю, не почему. Он говорит, ну, типа, ты такой, ну, и что? Ну, ничего, ты же, ну, типа, это тебе мешает жить? Я говорю, да нет. Он говорит, ну, и все, расслабься. Ну, да. Я такой, да, действительно. Произошло принятие просто. Ну, типа того, да. И я как-то расслабился. Ну, да. Не, бывает, ну, бывают дни, когда, если не выспался, или очень устал, или, ну, бывают какие-то смещения фаз луны, я не знаю, что-то на меня влияет, и я не могу разговаривать вообще. Бывают дни, когда я не заикаюсь. То есть люди со мной когда знакомятся, но иногда бывает, что проходит там две недели, месяц, и говорят, слушай, ты что, заикаешься? Ну, бывает разное. Вот такое вот лирическое вступление. Я хотел у тебя спросить. Смотри, мы сейчас говорили, пока у нас была пересменочка. Я, кстати, была идея какая-то, я ее забыл, но есть другой вопрос. Ютуб-канал. Ты хочешь, ты хотел. Во-первых, ты был один из моих первых подписчиков на Бусти. Да. Вот. Я так понимаю, ты на меня подписался давненько уже. Ну, там, чуть ли не сначала-то у меня было. Ну, наверное. А я не знаю, почему как-то я подумал, что, а почему нет, молодой этот, от меня не будет. Класс, нет, спасибо огромное. Ну, типа, я что говорю. Да, я просто к тому, что, типа, ты же тоже Ютуб-канал хочешь мутить. Я, мы тут были в октябре, мы говорили как раз с Костей, и Костя как-то так это... Слушай, у нас было очень, потом у нас же не прекращалась эта полемика. Там просто были у нас дебаты. Я, Костя и Эдгар. Вот. И надо ли нам? А что ты будешь? Я же преподаю в школе, да, Music Heads. Вот. И там... Типа, что будешь снимать такого уникального? Да, типа, плюс мы еще с Music Heads там хотим одну темку запустить, тоже нашу командную. И, типа, ну, она... Типа, как раз-таки это будет формат этих видосов, которые я хотел делать. Вот. И, типа, Эдгар говорит, ну вот, ну надо же сюда, делай это. Набирай сейчас, вот, и мы отдадим в школе это. Ну, вот, и у тебя уже будет готово, потом не надо будет ничего делать. Ну, вот, я говорю, да я могу это и это. И, типа, это будет, ну, они будут различаться, да, типа, там... Потому что YouTube я хочу более веселящий, да. Я не хочу, чтобы это было, типа... Да, я понял, что ты. Я и не такой, честно. Я не... То есть я и в школе всем ученикам, сколько у нас там уже поток, уже какой-то там, я не помню, седьмой, и получается, что суммарно там, по-моему, что-то 880, ну что-то такое, сколько тысяч человек, и все воспринимают это. Ну, я им всем говорю о том, что я не преподаватель. Мы все собрались, коллеги, да, и мы делаем... Ну, я просто делюсь, как я это делаю. Типа, может это с вами резонировать, может нет. Вот Костя, мне кажется, он с своим опытом и уже может, да, что-то кому-то сказать, научить рассказать. Вот. А, ну, типа, я очень много смотрю этих тимплейтов, допустим, кто присылает. Там у нас первое задание. Это я рассказываю про свой тимплейт. И говорю, попробуйте собрать свой, у кого нету, а кто это, поделитесь. Это всем интересно. Может, какие-то друг друга фишечки это. Потому что какие-то моменты я подсматриваю, какие-то миксы я слушаю постоянно, ну, у учеников. И это более такой обмен больше опытом и знанием, нежели вот научить. И вот, и YouTube, я не хочу, чтобы это было, типа, знаешь... Строгое. Строгое, да. И как будто бы я кого-то хочу научить. Нет, вот, и я, как, там, за кулисами мы, я уже сказал, что я сделал один видосик за этот... Смортировал. Да, превьюшку заснял тут. Угу. Вот. Я хочу показать несколько интересных вариантов, как разнообразить песню, имея всего лишь одну вокальную дорожку. Поскакали дальше. Поскакали, допустим, куда-нибудь на... Я думал, что айфоны снимают очень классно, а в итоге у меня почему-то не получилось снять очень классно. Ну, мы сейчас, видишь, из моего... А вот раз айфон, два айфона. Вот. И мне кажется, что у вас что-то там подкручено, а у меня просто на штатив подставлено вот как раз, где сейчас эта камера, штатив. Я сижу, у меня даже вот так, там, на телеграме. И всё, и делаю превьюшку. И дома, дома, я купил себе петличек. Я купил себе эту лампу, которая, знаешь... Разноцветная. Да, да, да. Поставил ее туда, себе куда-то там назад спрятал. Короче, это этот... На айфон, на фронталку снимал... А, нет, не на фронталку, себя. У меня там... Я снимал это ещё в 4К зачем-то. Непонятно, чтобы маленький вот этот вот квадратик поставить вниз. В итоге у меня памяти не хватало. Я потом... Короче, я на монтаж скинул там, чтобы ты понимал. Я ничего ещё не отбирал. То есть у меня вот здесь вот в этой комнате было превьюшек. Дубли, наверное, 20. И там это всё надо слушать. И там ещё там из двух склейка. Короче, это трэш какой-то. Ну, кое-как там это... И получилось видео на 30 минут. Я такой... Ну, это долго. А я, короче... А я там... Не согласен, что это... Ты не согласен? Ну, для Ютуба... Маленькая вставка алгоритмы. Ютуба любит не самые просматриваемые... Точнее, он меряет видос не то, как его в процентах посмотрели от начала до конца, а сколько глубина просмотра. И поэтому и трёхчасовой видос, который посмотрели 20 минут, и 20-минутный видос, который посмотрели 10 минут, Ютуб будет ранжировать и трёхчасовой, который посмотрели 20. То есть ему важны время просмотра. Вовлечённые. И поэтому именно когда вот у них сменились алгоритмы, как раз появился Дудь, Гордеева и любые большие там редакции, и любые огромные форматы от часа начались. И именно поэтому они начали ранжироваться и взлетать в Ютуб. Поэтому длинные форматы... Ну, у меня понятно, что там типа длинные видосы выбирают поменьше, коротенькие побольше. Хотя вот у меня сейчас вышел обзор на Voices буквально две недели назад. У него уже 35 или там уже 40 тысяч просмотров. А он идёт час с копейкой. Допустим, есть, мне кажется, подкаст с Андреем Левиным. Посмотрели почти полностью 60% народа. То есть если чувак кликнул, то есть он с глубокой золей вероятности его глянет весь. И Ютубу это нравится. То есть глобально. Поэтому, мне кажется, стесняться в больших форматах не нужно. Ну, у меня там... У меня, короче, я сделал тему. То есть я в процессе своей звуко-рестовской жизни начинаю собирать такие... О, а это прикольная тема для видосика, да. И у меня есть целый список. И я такой... Вот, начну с того, чего, мне кажется, будет интересно. То есть это будет фан такой. И этот... Я, короче, взял одну вокальную дорожку. И хотел рассказать, как, если на записи у вас произошел трабл, по каким-то моментам вокалист не может, вы не можете, там, я не знаю, времени не хватило, еще чего-то, если, имея одну дорожку вокальную, как сделать бэки, интервалы построить, и как сделать какой-то там хор, и как можно вообще просто, имея одну дорожку, разнообразить все это. Мне показалось, это будет интересно. И то есть я там показывал там пять, условно говоря, трюков, да, которые я, в принципе, делаю. Из одной дорожки я могу там построить... Делаю там гармонайзер, да. И как это прикольно можно. Делаю интервалы в мелодайне, понимаешь? И, ну, замаскировываю так, чтобы это звучало прикольно. Там где-то еще что-то. И, короче, все это вышло на 30 минут, и я потом посмотрел это и такой... Блин, это скучно. Ну, типа, хотя мне кто-то... Тоже мнения разделились. Я там фокус-группе скинул. Мне кто-то сказал, вот вначале можно было бы побыстрее, а где ты в мелодайне начинаешь уже, а я, ну, там же, прикинь, я там строю там терции, квинты, кварты там, и все вот это вот, чтобы это там, ну, такой Джастин Тимберлэк получился. Ну вот, и получается, что... Ну, я там где-то ищу, да, чтобы это... И, типа, это никому не интересно. Можно... Ну вот, и у нас вот получился вот такой вот результат. А у меня все вот это вот там вот, я сижу вот в комнатке, блин, вот эта вот лампа на меня, это светит. Там у меня тень еще на стене, понимаешь, потому что от этой лампы. Вот эта вот неуклюжая вот эта вот одна лампочка, которая фиолетовым подсвечивает. Это говнище, говнище. Еще, я говорю, монтаж там... А, еще само качество превьюшки. Я вот здесь это снимал, и получились эти зерна, как я не знаю, ну, типа вот... Ну, когда плохой, биксель, биксельный год. Шум. Да, вот шум. И, типа, чувак еще как-то... Я его попросил как-то это убрать, и он как-то это по бокам заблюрил. Короче, какой-то вообще... И этот... Вот. Поэтому получилось не очень классно. Ну, я тебе могу скинуть. Нет, ну, как это, как пример. Первый ролик на канал я снял с айфон. Тоже пытался его смонтировать. И я такой, типа, ну, нет. Ну, в смысле, ну, это какая-то получается шляпа. И я поэтому позвал Саню. Он поставил камеру, поставил правильно свет, поставил картинку. Ну, то есть, чтобы... Ну, то есть, я не знаю, как тебе, какой ты у меня видал видос первый, но... Ну, то есть, сейчас, когда открываешь мой любой видос, открываешь, там... То есть, там и... Там сразу и картинка, и звук, и все. Говорит о том, что, типа, о! Ну, в смысле, как будто там, типа, мне можно проверять, мне можно дать шанс, чтобы меня послушать. Вот. Когда я себя сам снимал на айфон, то есть, ну, то есть, я об этом не думал. Я вообще думал о другом. Конечно, я вообще думаю о том, что, конечно, команда нужна и важна. Я тоже это сразу же такой, типа, все, заказал петлички, заказал. Я говорю, свет я знаю. Ну, я же вижу, люди приходят, постоянно снимают. И Music Head постоянно нас снимает. И все, должно быть это. Ну, я такой подумал. Ну, у меня сейчас пока прям совсем вот такого вот цвета не нужно, да? И я купил какую-то вот такую вот лампу, вот эту круглую, короче. Она вообще ни хрена не сидит. Ну, представляешь, в этом помещении что она может насветить на меня? Да, да, да. Ну, вот. И, короче, большая ошибка. А, и звук. Еще самое-то интересное. Самый весь провал в том, что петличка, она хоть и записывает нормально, да, без всего этого, но получается звук такой, ну, у моей петлички, он такой вот, вот такой вот. Да. И ты не можешь... Он находится в... Вот здесь вот она, петличка. Это, во-первых. А во-вторых, если она недорогая, то у нее, ну, то есть с высокими частотными сложностями, и там что ни крути, ни как ни вытягивай. Вот, а я понимаю, что я человека нашел где-то буквально, потому что у меня первый видос, я понимаю, что если у меня сейчас все классно смонтируется, я буду клепать их, буду этот, плюс у меня жена еще графический дизайнер, и она тоже говорит, я тоже бы начал. И я такой думаю, ну, вот сейчас найдем на постоянку человека, да, который какого-нибудь... Какого-нибудь так. Какого-нибудь подешевле. Вот. И все, и заваливаем его просто. Пусть он клипает, и классно, параллельно это все делается. А потом я понимаю, что человек, ну, в музыке, он, типа, надо искать монтажера, который еще и в музыке. Потому что... И потому что микрофон, вот петличка, но он вот это не убрал. Хотя можно просто было чуть-чуть хотя бы эквалайзера брать бу-бу-бу, это, это. Я понимаю, что у него, мне сейчас взять, закинуть в протулсы, это вот эти вот все моменты свои проходить, где у меня бу-бу-бу, это просто... У меня просто нет на это времени. А... И... Ну, нет, понятно, я могу, типа, все сейчас скажут, что, типа, ну, заплати, и все будет нормально. Но, опять же, просто тестовый я захотел, и я понял, что надо, да, надо просто брать команду, и все. Да, я тоже, я потом думал, в целом-то, я мог бы, наверное, снимать себя сам, писать себя сам, монтировать все сам, но просто это время. Ну, то есть, это просто какое-то совершенно космическое количество времени. То есть, это лишние 30 часов в неделю, которые я трачу на монтаж, на съемку, ну, в смысле, на это все, ну, которые я бы хотел потратить на сон или на время с семьей, потому что в остальное время я работаю. И, конечно, ну, невозможно вытянуть, поэтому, конечно, поэтому, да, то есть, тут возникает Саня все это время, но вообще, ну, то есть, клево, что, ну, так мы уже с ним работаем, я некоторое время он маленько понатаскался, он хотя бы там понимает, как работает эквалайзер. Он знает, что такое из-за топа RX, например, уже. И, то есть, уже работая со мной, я ему там какие-то объяснил вещи, им когда присылают на монтаж там что-нибудь записанное на диктофон, который был там, то он там сможет вырыгнуть, что-то там накрутить. В общем, короче, слушай, а ты попробовал эту новую? Enhanced, да, как раз таки на обзоре Voices. Это-то, Adobe Enhanced. Adobe, да. Вот как раз на обзоре Voices там у нас были какие-то помехи в микрофоне, сильные, и я закинул в Adobe Enhanced и подмешал 50 на 50. А, прикольно. И поэтому там слышно, что есть немножко на буквах S, я говорю не S, а C. Типа, там типа там, это студия Voices. Нет, типа я американец. Ну, короче, работает. Ну, вообще работает, да, там у него есть артефакты, есть проблемки в нем, но вообще работает не митиспансерить СМТ, ничего себе, как работает. Слушай, у меня у жены подружка, она типа там что-то спины лечит, ну, какая-то фигня. И она тоже такие, типа рился, решила выкладывать, записала. Очень плохо все это в каком-то зале, ну, типа она что там. Эхо, да. И она туда закинула, я говорю, есть штука, все, ничего не надо, нахрен я купил эти петлички. И в итоге она получилась как какая-то польская цыганка, знаешь, и вы что-то, вот. То есть на ней вообще не сработала эта история, хотя Виллсон вот смотрел обзоры, там вообще, ну, какие-то чудеса. Там нейросеть обучена на американской, ну, в основном на английской речи, на английской речи, поэтому он строит, если он что-то не слышит, не понимает, он достраивает слоги твоим голосом, но основываясь на фономах из английского языка, поэтому там все немножко, может иногда, там если что-то непонятно, то там, да, там чуть-то... Ну, слушай, допустим, и записать это все вот на условный, вот на такую камеру без петлички, возможно, он сделает нормально. Да, да, ну, здесь у вас акустика-то норм. Ну, типа, просто тоже вот эти провода. Блин, ну, это, конечно, ну... Хотя, с другой стороны, ну, что, если ты купил камеру нормально, что ты не купишь петличку? Конечно. Ну, или вот такой... Да. Ну, то есть, ты можешь его... он наворачивается на этот самый... Стойка-микрофон, и все, и пишешь. И, кстати, вообще, это тема. Да? Сейчас еще голос за кадром. Вообще, многие делают, и BadComedian так делают, что он не любит только петли. У него просто направленная пушка чуть сверху. Над ним, да? Да, да. То есть, у него нет в кадре, и проводов нет, он может там нормально... Двигаться и ходить, да, и ты можешь это, да. Потому что, если вот, когда мы пишем наш блок, то есть, у меня есть микрофон, находится примерно в полуметре от меня, вот так вот. Нет, то есть, я могу немножко двигаться. Ну, то есть, ну, там, отворачиваться от микрофона я уже не могу, потому что, ну, звук, понятно, как измениться. Но если у тебя пушка, которая находится там в метрах полутора-двух сверху, то, конечно, ты можешь вообще там... Круто. И ты можешь вообще, мне кажется, если у тебя будет длинная микрофонная стойка, то есть, ты стоишь издалека, вешаешь наверх, она никому не мешает, она стоит и стоит, и вообще никому не мешает. И ты, типа, нажал, включил, нажал, выключил, и все, и пишешь. Короче, блин, я хочу, чтобы у вас, ну, то есть, и от тебя, и от команды были какие-то видосы. На самом деле, мне кажется, что даже просто, я уже говорил, Костя, я могу сказать тебе, если вы будете отвечать на вопросы, ну, там, типа, раз, там, два раза в месяц вы выпускаете видос на, там, на 30 срок минут вы отбираете какие-то там вопросы у себя и отвечаете на... Ну, слушай, мне кажется, многие не знают вообще, ну, типа, о существовании Кост-Саундти. Мне кажется, что они, ну, то есть, ну, по крайней мере, ну, в нашей тусовке, мне кажется, ну, может быть, хрен знает. Ну, будет ли это... Какое количество людей обучалось у Кости в Music Headset? Несколько тысяч уже, мне кажется, человек. Ну, больше. Все они, ну, да, то есть, они все, как бы, его так или иначе знают и доверяют, и... Просто я понял, что для меня формат видео вот такой вот, он пока отпадает, и я сейчас хочу начать какие-то, знаешь, просто вести... То есть, мне, мне еще очень сложно, я... Мне проще вот в моменте говорить, да, с тобой разговаривать, и все. И вроде как я уже вхожу в этот, и могу нормально. А когда я смотрю на эту камеру, у меня все, у меня кретинизм включается полный, и я вообще... А еще, это надо время же потратить, наверное, на создание сценария. Это это, я просто не понимаю. Ну, типа, в случае того, что у меня остается в сутках поспать пять часов, то... Ну, когда? Когда мне еще два часа на этот сценарий, я вот не могу. И я понял, что я проще буду, не знаю, какие-то... У меня пока нет подписчиков, и... Ну, у меня... Ну, у нас есть, в принципе, база MusicHats, которые... Там тысяча человек с нашего курса, которые все говорят, кайф, давай. Вот. И можно брать их, допустим, какой-то трек и сводить просто. Ну, просто и записывать это, ребят, давайте посводим, просто как что. Потому что всем, ну, всем интересно это. Конечно. И просто сидеть, посмотреть какие-то в процессе параллельно на вопросы какие-то отвечать, что-то рассказывать, показывать. Но это будет в каком-то вот таком вот формате живом. А какой ты видишь в этом во всем смысл? Ну, в смысле, для чего ты это... Потому что, когда я делал свой YouTube-канал, у меня прям была четкая цель, зачем я это делаю, и что мне это даст, и при каких условиях, то есть, я перестану это делать. У меня все начало работать, то есть, я не знаю, я тебе говорил, вообще, как бы, то есть, у меня YouTube-канал появился и стало очень много работы, узнаваемости и всего на свете. Вот, и, наверное, в первую очередь, ну, типа, с работой проблем нет, да, просто какой-то хочется чуть-чуть, чуть-чуть, наверное, узнаваемости и еще чего-то. Ну, это такое-то, я же Владислав, владеющий славой, мне, видимо, это вот откуда-то, с этого мне хочется купаться в лаврах, ну, я, конечно, преувеличиваю, вот, но в целом хочется, знаешь, чуть-чуть, вот, чуть-чуть... Узнаваемости. Да, чуть-чуть узнаваемости, ну, потому что я вроде много чего делаю, много с кем работал, много с тьго это, и, типа, мне хочется, чтобы, наверное, просто не то, чтобы недостаток общения в команде, у нас много его, но, типа, ну, понимаешь, да, вот такое, чтобы какое-то было комьюнити, ну, ты собрал вокруг себя звукозанут, и мне кажется, что, типа, это кайф. Да, вообще, очень приятные ребята. Вот, и, типа, хочется то же самое, даже не создавать, там, какой-то очередной, да, там, потому что их уже много, этих, Лукашевский канал, у тебя канал в Телеграме, нет, просто вот такое, чтобы, типа, чтобы если человек хочет, он может мне написать, я чем могу, тем помогу, там, советом, если надо, хотя, опять же, советовать дело такое, ну, вот, ну, как-то вот ученики мне постоянно пишут, там, просят какой-то микс тёпнуть, ещё что-то, ну, типа, всегда пожалуйста. Я просто говорю, что у меня, типа, не всегда всем сразу же отвечаю, типа, потому что реально очень много, типа, оцени, чекни, всё такое, я говорю, что у меня вот бывает выходной, и я в какой-то этот выходной просто вот разом всё отслушиваю, разом отдаю фидбэк, и всё. Вот, это если, если, вот, вот что-то вот такого вот, в целом это, знаешь, это как, как, как какой-то больше фан, ну, потому что, типа, ну, хочется ещё что-то делать, помимо, помимо, вот, основной работы, типа, я думал, типа, уже, я не знаю, бизнесом ещё что-то, когда-то это, ну, понимаешь, типа, иногда выходит так, что у нас, либо же полный аврал по 15 часов в моностудии, и просто у тебя не это, либо же у тебя просто есть смена твоя, вот, утренняя, да, ты отсводил, свёл микс, и всё, едешь домой, ну, когда там записи нету, да, допустим, потому что, вот, я сейчас в утреннем режиме работаю, я с 7 до часа, у меня вот 10, я свожу, и после у меня могут быть записи, мы там в оркестровую идём, и всё, у меня там может быть до вечера записи, потому что, получается, я с 7 до 10 вечера, там, и всё, а иногда бывает, что, типа, я просто отсводил, и всё, и, типа, я закончил в час, и что делать, типа, я такой домой еду, приезжаю, и вообще не понимаю, ну, типа, в PlayStation играть, или что, ну, вот, и в такие моменты хочется, типа, а, ребят, давайте стримчик, а, ребят, или ещё что-то, или пошёл куда-нибудь к себе, там, на точку в кофейню, если у меня будет, я не знаю, что, ну, вот, какое-то такое, ну, типа, понятно, что это, мы будем чисто моё, но, потому что времени, ну, я говорю, вот, сейчас вот вообще какой-то, в январе было попроще, в это, сейчас это вот, ну, оно такое немножко, да, оно всегда, и я понял, короче, что всегда среднестатистическое выравнивается, это среднее, в общем, среднее значение всегда выравнивается за год точно, ну, типа, я вообще веду отчёты, ну, мы вообще раздаём отчёты, да, по сделанной работе, у нас Эдгар-менеджер, сколько раз я буду Эдгар-менеджер говорить, ну, Эдгар у нас, Эдгар, привет, да, Эдгар, привет, вот, и мы, типа, всё к нему сходится, да, все наши работы, потому что, ну, у нас есть специальный часик, ой, часик, чатик, вот, где мы там записываем человек часы наши, и вот, и по миксам мы потом всё это сдаём, Эдгар и Эдгар всё считают, там, то есть ты знаешь, слушай, сколько ты сдаёшь миксов в неделю, в месяц, в год? Ну, да, ну, там не по миксам, ну, типа, мы там считаем, смены, да, ну, типа, да, и, типа, сумма, чтобы она была, чтобы мы понимали, кто, что нам должен, это, 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 ну, Эдгар уже там, типа, ага, это вот тогда пришло, это тогда пришло, вот на тебе денежку, ну, вот так. Ну, в целом, да, конечно, я вот веду, я веду по месяцам, и по годовому, и в целом, ну, типа, если какой-то в прошлом году там был адский январь почему-то, в этом году январь был легкий, но в том году, условно говоря, был февраль этот, в этом почему-то это, то есть, и всегда среднегодовое значение, оно приходит, да, ну, она с инфляцией растет, как бы, ну, но, типа, в целом одинаково. Так сколько ты собираешь миксов в неделю, в месяц? Ну, хотя бы примерно. Изнаешь. Смотри, есть момент того, что, или всегда по-разному, типа, можно какое-то среднее значение в месяц, да, типа, от и до вилку сделать, ну, типа, 10-15. О, даже так? Блин, это хорошо. Вот. И, ну, и плюс записи, потому что, ну, то есть, в целом, смотри, можно сделать микс за два дня, а можно микс сделать за одну смену. Все зависит от того, чей продакшн, много ли тюна там, и все такое, потому что, много ли правок потом еще? Ну, или у вас они, как же у вас регламентированы правки довольно? Ну, слушай, ну, типа, у нас, по-моему, две правки дается, ну, это не сами правки, а два листа. пула. То есть, человек может сказать, вот, 20 правок, мы сделали, еще он может хоть 20, а потом уже, типа, сорян. Ну, мы не говорим, я вот, ну, типа, стараюсь, ну, я не помню последний раз, когда я, типа, там, по идее, идет доп, уже заправки, да, по часам, вот, но я не помню. Во-первых, как правило, укладываются все, да, во-вторых, если нет, то я, ну, ну, это же правки, ты уже, типа, ты две сделал, ну, и смысл тебе за третью, там, а там уже, там, типа, о, все, вот так вот идеально, ну, давайте сделаем вокальчик на пол децибела, лит вокал, все, погромче или потише, я не знаю, и, типа, ну, ты за это будешь брать, ну, я все-таки все равно как-то стараюсь этому, я клиентам на записи всегда часто говорю, типа, ребят, типа, мы на час раньше закончили, типа, мы можем сейчас уйти, но, ну, там, дается 10 минут у нас сейчас, поэтому, что мы можем пересидеть, если нет, то следующий час уже судя считает, я говорю, давайте в течение, если мы уже закончили, давайте этот, у нас новый час, потому что клиенты, они же об этом не думают, они сидят, вальяжненько, это, это, но все равно стараешься подумать об этом, но им это приятно, подумал, денежку сохранил и все так, вот, так что, в целом, вот, 10-15 миксов, хорошо, и, можно быстрее, я говорю, вот, в последнее время на Байфутах, к этим колонкам я пока еще не привык, ну, вот, я давал, в целом, если наш продакшн был, то за сутки делал, смена песни, смена, да, то есть хватает, в принципе, 6 часов, ну, я говорю, потому что там еще и, а ты прямо садишься и работаешь, то есть, вот, тогда, в принципе, смена есть 6 часов, ты прямо сел, и все 6 часов сидишь и работаешь, ну, слава богу, я там поработал час, думаешь, нужно пойти по печали, походить, подумать, посидеть, может быть, подумать какое-то, слушай, ну, я стараюсь не думать, я играю в игру, просто на телефоне, я вот, вот, там диванчик сзади, я, это, я ложусь и играю, там, у меня катка, я в Mobile Legends играю, там, типа, типа, Dota, да, вот, и я просто там, минут 20 идет, все, ну, чу-ка-тку сыграл, сел, поэтому, 10-15, отдых всегда, смен не получается, ну, не знаю, наверное, если взять, то, может, ну, час-полтора точно, из 6-часовой смены, типа, ну, да, плюс, утром хорошо, я раньше в ночь работал, еще лучше, но вот, но утром хорошо тем, что, вот, до примерно, вот мы, кстати, сейчас утром записываем это, и на суде никого, да, а вот начнется там, часов 11, и мы можем столкнуться с тем, что начнут люди приходить, ля-ля, тропа-ля, давай, о, что сводишь, а слушай, а я вчера такое сделал, а давай я тебе покажу, и вот это, то есть это может тоже немножечко сбивать, но в целом, я всегда поговорить рад, ну, я, правда, очень стеснительный, серьезно, не похож на себя, ну, потому что мы с тобой знакомы, держишься прям, а мы потому что знакомы, а вот если первый раз с кем-то, это вообще все, я слова не скажу, вот, я могу слова не сказать, и ты будешь там с кем-то разговаривать, там, с Костей, мы, допустим, это, а на следующий день, мы, допустим, все уже встретимся, я уже буду более активным, то есть у меня, ну, видимо, надо энергетические соити произвести, вот, офигенно, энергетические соити, прикольно, не, у меня в самые такие напряженные месяцы, наверное, было 15 миксов, ну, я еще плюс делаю мастера, ребят, я когда сделал видос по мастерингу, у меня прям, примерно 50 на 50, то есть у меня добавилось еще работы по мастерам, но они быстро делаются, то есть обычно часа, да, я же артисту мастера не знал, я только сейчас это понял, еллы-падлы, он ждет, а он ждет, я же бы не сдал ни хрена, кстати, все в порядке, я потом на следующий день на Voices сделал мастеринг артисту, он остался доволен, песня, наверное, скоро выйдет, а может уже вышла, когда вы это смотрите, потому что у меня был с собой ноутбук, и я все быстренько взял и сделал, а еще раз уж такое дело, я вот вклеился в разговор, если вам вдруг интересно грянуть обзор на этот потрясный микрофон, который называется Тула, может быть вам интересно, не знаю, вот, пишите об этом в комментариях, если будет много откликов, сниму, микрофон-то интересненький получается, извините, что вмешался, смотрим дальше, там просто приятный артист, большой, я обещал ему сдать, и просто, ну вот мы сейчас готовились, типа, к съемкам, у меня стройка студии, и нужно все ему сделать, и я ему обещал сдать, и вообще просто, то есть я основную работу сделал, я когда делаю, или свожу, или делаю мастеринг, обычно разные дни, но я в любом случае всегда оставляю на завтра, на утро послушать, то есть я утром слушаю, правлю, всегда правлю, не боюсь, что типа я такой сел, послушал, о, мне все нравится, такое не боять никогда, я на свое же ухо слушаю, маленько проливался, и скидываю, поэтому мне нужно всегда утро, чтобы... Ну да, я иногда тоже беру, когда смотрю, просто я беру, когда наш продакшн, да, я ребятам нашим скидываю, ну типа, которые делали продакшн, и типа, они уже, я понимаю, что это еще сейчас до клиента пока не дойдет, они чекнут, они свои какие-то фиксики скажут, что я где-то не досмотрел, или еще что-то, вот, и получается, что в целом, наверное, ну и они уже, тоже до клиента уже доходят, уже с продюсером согласованный микс, ну и мое видение, вот, поэтому в целом, если наш продакшн, да, он смена, если кто-то извне, да, пришел, то получается, вот я так же обязательно надо на утро чек, на свежую, и сербан, сербан Генея, все знают, да, сербан Генея, я думаю все, вот, и у него есть же, с ним человек, который лет 20 уже работает, Джон Ханс такой, вот, сербан же вообще не дает интервью, никакие видео, вообще нету, все кайфуют от этого звука, ну не все, но очень многие, да, и в карантин, когда был март, 20-й год, Джон Ханс, он тоже грименосный, да, и там тоже дяденька уже, я говорю, долго работают, и он такой, типа, вошел на Gearsluts, Gearspace, да, вот, и говорит, ну ладно, пришло время, чуть-чуть открыть занавесу, вот, завесу, я не знаю, занавесу, что там, ну вот, типа, немножечко подходы сербана к этому, и все, и там пошел, шквал просто всяких вопросов, это очень интересно, особенно кто кайфует от этого, и вот, и там про график тоже спросили, и вот он говорит, мы тоже делим, мы, короче, делим на три части свой рабочий день, то есть мы никогда не садимся утром, и никогда не садимся вечером сводить, то есть они всегда в середине рабочего дня всегда сводят, вечером они могут скидывать какие-то мастера, мастерпеки, там, не знаю, принтить что-то, а утром они чекают тоже то, что вчера на свой день, вот, ну, ну, а как по-другому? Да, 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 ну, да, вот, и если у нас тоже приходит какой-то, грубо говоря, не от нашего продакшена, то всегда на утро чек свежий, типа, чек где промахнулся, ну, можно час-два потратить на это, просто, видишь, утром шесть часов, а ночью было, раньше было больше, то есть Костя там, условно говоря, в девять-десять заканчивает, и типа до утра, там, до семи сколько-нибудь, ну, часов до хрена, и вот я очень долго так отработал, то есть ты работал в ночь? Да. Ну, блин, ну, я не знаю, может быть, ты, конечно, сова, но вообще, я, ну, работать в ночь, это вообще... А слушай, есть какое-то время концентрации, например, у тебя всё получается, но вот немножко до и сильно после, ну, то есть... У меня получилось так, что я, типа, ну, не то, чтобы всегда был ночным, нет, я никогда не был ночным, ну, типа, раньше для меня была ночь, это до трёх, да, но потом, естественно, когда я начал работать, именно в ночь до утра, до шести-семи, типа, ночь, ну, типа, три, это казалось ещё норм. Но у меня получилось из-за того, что я с Тиманом всё это время, как я только пришёл к Косте, очень странно получилось, потому что Костя говорит, Тиман обычно это, а я, блин, это тоже, я когда приехал первый раз к Косте, получилось так, что я его долго прождал, там, часа четыре, потому что Костя ошибся, он, типа, на кварту поехал, забыл мне сказать, и я на баре там сидел, ждал четыре часа, вот, и в итоге Костя приехал, мы с ним поговорили, и Тиман приезжает, короче, и, а, Костя сел в ариму, короче, что-то там, или паять, что-то там, короче, делать, и приехал Тиман, и он говорит, пойдём, ну вот, и мы пошли, заходим в оркестровую, а там Тиман сидит, ну, здрасте, ну, да, Костя руки были, ну, в чёрной, в масле, не знаю, в чём там, что-то там может быть, может, от русских рэперов осталось, да, смола, да, 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 смола, вот, и, и прикинь, и у меня, короче, а я там, вот на таком диванчике, я, короче, на уголочек там самого присел, такой, типа, это, и Костя что-то там начал, вот так вот, кривыми, чтобы не испачкать, что-то там включает, такой, сейчас пойду руки помою, и я понимаю, что, короче, захлопываются дверцы, и я понимаю, что рядом Тимати сидит, и я, для меня тогда я понимаю, что я два дня назад, я еще где-то на складе шапки там маркировал, там что-то это, а здесь сейчас рядом Тиман, и вообще, ну и все, норма, потом мы выходим, и говорят, что-то странное, типа, Тиман вообще даже не это, не спросил кто, что, типа, и это, и все, и буквально через месяц я, наверное, сел на записи, на записи, а там получилось, что песни, песни у нас, смотри, я приехал к Косте в, по-моему, в конце 18-го года, в ноябре, вот, и, как раз шоу песни, они, они, они что-то в начале, что-то в феврале, по-моему, ну, то есть там 2-3 месяца, и все, и они начались, и я тогда это, на записи, конечно, прокачался сильно, потому что я пришел, Костик говорит, про Тул знаешь? Я такой, нет, завтра буду знать, все, ну, то есть вот такие вот у меня были ответы, в Москве, да, уже в Москве все это, я просто, ну, вы знаете, два года вот это вот хотел, вот, и, и все, и на песне, бам, естественно, вообще, это какой протул, с чего там, то есть я вот эти 2 месяца просто, что там Костя, я с ним по записям ездил, это, естественно, там никакой работы, не пахло, просто ты сидишь, и то все в кайф, конечно, вообще, просто, ну, типа, из князя в грязь, вот, и все, и ты такой понимаешь, вообще другой уровень, вообще, все это другое, и потом песни, и вот, и вот сел там записывать, и вот так пошло-пошло, и все вот эти вот года с Тиманом на записях. Как, ну, я просто слышал офигительную, офигительную историю от Костя по работе над шоу песни, что это очень много работы, в очень маленькие сроки, и это, то есть, и ты прям сразу попал практически в жерло. Вот я вот с нуля, да. Начал там. И, ну, эти, я, во-первых, делал все медленно, потому что это, и Саша СТ меня прозвал буддист, потому что, типа, типа, валияжно это, а я это, и поэтому у меня сейчас остался с того момента бзик, и у меня теперь все, вот так вот, и на записи все говорят, ты быстро офигаешь. Ну вот, но, это, конечно, это вообще, ну, не передать это. Ну, потому что ты, типа, понимаешь, что ты, типа, попал, ну, там, лучшие продюсеры сидят, лучшие, там, я не знаю, миксеры, миксеры, все, тиманы, команда, Паша Морошев гениальный, просто, очень крутой, и, хотя Паша, если посмотрит, он скажет, вот так, то никогда себя нет, у него тоже самоедство, это, мне кажется, у многих творческих людей, которые классные, они частенько с этим занимаются, вот, вот, и, конечно же, это просто, это безумнейший опыт, и вот мне кажется, что это, знаешь, туда каждому надо вот так вот попасть, и все, ну, и ты понимаешь, что ты ничего не знал, ну, типа, что ты там делал, что ты там это, вообще ничего не знал, и самое важное, как ты растешь, просто каждый день ты растешь, именно, ну, не то, что ты там на кнопку нажимаешь, ну, типа, просто сидишь, ты слушаешь, как, что, как люди работают, насколько быстро можно сделать хит, просто, ты там пригласили, там, есть Олег Смит, замечательный тоже, топ-лайнер, продюсер, ну, песни свои, там, бамс, сделали, здесь же сидели, получается, во всех разных комнатках, сидели продюсеры, сидели топ-лайнеры, ребят, надо вот такое вот, все, бамс, и потом через, не знаю, через три часа, пока там, какого-то другого там, мы отписываем, еще что-то, приходят, что там, ну, все, и каждый зачитывает, каждый это, все, вот это берем, вот это вот прикольно, вот это, ну, просто это конвейер настолько охранительный, что, ну, и песни на самом деле крутые, но это стоит дорого. Ну, как часто в этой жизни? Ну, зато я говорю, ну, типа, многие тогда, я не знаю, может, из-за песен, но песни тогда хорошо залетали в Apple Music. Песни, да, да, ну, то есть, вот эти вот все Арчи, да, извини, а если ты меня слушаешь, извини, пожалуйста. Короче, да, я, к сожалению, не вспомню, потому что я такую музыку не слушаю, но, как бы, даже я их узнаю, я знаю все песни, как бы, они хорошие были, ну, типа, ну, на тот момент они были... Классная поп-музыка такая, то есть, она прям вот, как надо с ней, вообще все в полном порядке. Эквалайзер до конгрессора, или после конгрессора. А что у тебя на мастер... Эквалайзера... Ш, и не стоит. Слушай, на самом деле, я просто не понимаю этих вопросов. Я всегда слышу, когда это надо Но ты слушаешь вокал И ты понимаешь, блин Что-то по частотке В какой момент тебе это пришло понимание Что ты начал понимать Это прямо у тебя случилось сразу Это парадокс Потому что мне кажется, что у каждого должно стукнуть Потому что каждый должен понять, что Когда сводишь, надо слушать Это банально, тупо Но вот именно слушать И все Раньше я делал по Вспоминал по видосикам О, посмотрел Крис Лорд на малом дает 9 дБ Не знаю, чего-то И все, и ты даешь Ну, пошел, пошел Бочки, это, это Особенно как Костя Я не знаю, видели, нет Он когда сводит, он может Четыре компрессора на хэтах Хэты нахрен на хэтах перебрать Он сидит над этим Там, не знаю, 40 минут Но зато потом Замечательнее хэты выходит Не то, чтобы он не слышит Он просто любит это Он говорит, нет, здесь это, 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 это Но я все равно попробую Перебрать Ну, естественно, выходит все Как у него в голове Ну и плюс надо слышать в голове Вот, я думаю, вот это вот К этому не сразу же приходишь Еще я думаю, что очень влияет Мониторинг Потому что когда ты сидишь на наушниках И ты вешаешь компрессор до эквалайзера И после эквалайзера Ну, разницы нет никакой Нет, здесь же Мы же хотим прийти к одному звуку в голове Да? Типа для чего ты вообще вешаешь компрессор Эквалайзер? Чтобы прийти к звуку, который ты услышишь Либо же, если ты уже под минус там, условно говоря Ты понимаешь, что тебе здесь надо сделать Вот и все И типа какими ты это путями добьешься Разницы нет Вопрос просто Либо ты понимаешь, что тебе надо У тебя кривая частотка, условно говоря Да, вокала Она вот такая вот Нет вверх Ну вот То я бы сначала бы Допустим бы Убрал бы Там нижнюю середину А потом бы зажал бы Ну, то есть Подготовил бы, да, вокал А когда я слышу его Вокал Ну, в принципе, норм Давай я его чуть подожму Чтобы динамика была по этой И дать чуть-чуть вот там, допустим Краски от 1.76 Окей И после я уже слышу Ага Здесь подвылезло Давай я уже здесь Подуберу Душа, у меня вот такая вот логика Типа я слышу это Ну Изначально Вот и все Ну, это просто на самом деле Ну, это просто Классный мониторинг Все-таки Потому что Ну, есть вот эта разница Я не знаю Был ли Был ли такой опыт Когда ты типа Из плохого мониторинга Приходишь в хороший Откроешь компрессор Начинаешь двигать релиз И слышишь, что А, релиз-то оказывается Влияет на звук Ничего себе Вау И там типа там 150 миллисекунд И 230 миллисекунд По-разному работают И у тебя разный грув Там у гитары, например Ты такой типа Ого, ничего себе То есть вот этот момент Но потом сидишь у себя в наушниках И думаешь Да ну в целом Блин, вот ты видишь К счастью Я не знаю Или к сожалению Но я сейчас стараюсь практиковать Я очень забыл Что такое сводить в наушниках И поэтому Все на мониторах Ну, потому что дома не работаешь Дома работать нельзя Я это понял Слишком поздно К сожалению Но сейчас исправляюсь Потому что Ну, у меня Я не знаю Мне кажется Я буду говорить это везде Короче В общем Проленка в том Что у меня Неплохой мониторинг У меня У тебя студия там же Да-да-да То есть у меня прям Да-да-да То есть у меня именно Как студия Она маленькая Она 11 метров всего лишь И там стоят неплохие колонки Магнитно Амфионы И я как бы собираю микс Делаю-делаю-делаю Потом я приезжаю в большую студию Оставляю микс И слышу в нем Что-то такого Что там Не слышал я у себя И слышу что-то такое Что я там у себя слышал А то нету Ну то, что нравится тебе Да-да-да То есть это я слушаю Думаю Ну это что-то как будто Я что-то не доделал То есть вот есть вот это ощущение То есть я вот приезжаю на Voices Я приезжал сюда к Косте Мы здесь слушали И я такой Да ну Я же лучше сделал Я же помню Что он звучал лучше Ну а почему здесь звучит Не так здорово То есть он неплохой Но не классный А дома я там сидел Думал Блин какой я классный микс сделал И вот это вот То есть как бы тут Я как бы Сделаю миксы Неплохие Но каждый раз Чтобы он прям был классный Мне пока не получается Поэтому я сейчас Я съезжаю в новое место И вообще Ну большая комната И акустически подготовленная Их хорошая Пара мониторов Откалиброванная И поставленная В правильное место К сожалению Влияет очень сильно На итоговый звук Ну не зря же Все это Все строят Все строят Все сидят В хороших студиях Потому что Увы Никак не манутят Но ты в наушниках Не работаешь Ни сонервоксом Ни коррекции Ни эмуляции Я вот вешаю Если дома что-то делаю Чекаю Либо вот сейчас Я стараюсь дома Условно подготовить себя К этим стримам Которые я все-таки Хочу попробовать провести Дай бог Потому что Ну странно будет Привезти стрим И сделать говно Ну потому что Я не сводил в наушниках Никогда Нет Ну я сводил В этом В Питере Ну вот То есть Ну а все остальное Вот эти вот года Естественно на мониторах И вообще их забыл Хотя раньше я знал Как Вот это вот На карантине Я сделал Там Одной Популярной артистке Микс В наушниках И все зашло Вот прям Классно Ну вот Это вот раньше А потом вот Уже все Прикольно Так что Нет в наушниках Можно на самом деле Собирать В наушниках Ну хоть так Нельзя наверное говорить Мы запекли Вот Но в наушниках В целом Типа сейчас Я думаю Что Особенно Мы же не говорим А Типа В Америке Где-то Наверное не прокатит Там люди Более искушенные На звук Потому что Там сидит Тони Мазерати Да И Ну да Ты смеется Конкурируешь С ними Да А здесь Условно говоря Что У нас даже И топовые артисты В не очень хороших Коунтах Да сводятся Поэтому Часто От обовых артистов Ты слушаешь Миссы Думаешь Ну Да Это сделано Ну Не буду я Я пытался Подобрать слова Не буду я Ну короче Кажется Что Трек собран Где-то На хате На яческах Ну типа Да Вот Да И поэтому Наушники У нас В России Кажутся Неплохим вариантом То есть Он может Конкурировать С яческами На кухне Ну типа Вот Да И условно Он может Конкурировать Сто Сто Пятьдесят Из ста В В Да и как Вот тот же Джон Ханс Говорил Типа там Телор Свифт Что-то выиграла Грэмми Он говорит Как вы свели Там вот это вот все Он говорит Вы думаете Что Типа Если бы Не я бы это свел Да Да даже Если бы Продюсер бы это свел Этот бы Трек не выиграл Грэмми Конечно бы Выиграл бы Это вообще Ну типа Микс это Не знаю Процентов Там Двадцать Понимаешь Ну типа Я не преуменьшаю По факту В хороших В хороших условиях Тебе присылают Или проект Битмейкер Продюсер Либо же Эти Они уже готовы Тебе ничего не надо сделать Тебе просто Это в балансе Если прислали Ты просто сидишь И думаешь Блин Что я могу здесь сделать лучше Ну не потому что Ты не знаешь Что ты можешь Ты просто думаешь Ага Здесь чуть-чуть Это Здесь конфликт И конечно же В этом помогает Хороший мониторный контроль Потому что Типа То что он не услышал Да Понизу Конфликты То что он не услышал Какой-то едкости Или еще что-то Или мало верха Ты естественно Здесь услышишь И ты привнесешь Эти 20% Отдашь мастеринка инженер Условно говоря Еще свои 5 И все И у тебя Типа Артист Демка артиста Стала звучать лучше Да И осталось Все то же самое Что ему и понравилось В демке Вот все Ну и это Это работает Там и у них И скорее всего И у нас То же самое работает Потому что Сейчас очень много Нельзя Короче Сейчас очень Вайп важен Нельзя очень его потерять Но это Я опять же Это в такой Около попсовой музыке Конечно же Когда мы сводим рок Там Что-то Ну там больше Канонов Как будто Да Там если Малый Рабан должен быть Вот таким Обязательно И если он не такой Гитары должны быть Такие Грубо говоря Ну понятно там Звук сами гитары Но в целом Все понятно Там Должен все стеной Там все Пинаться Этот Вокальчик Чуть Приутоплен Там Не знаю Какие-нибудь Можно параллельно Дисторшн Ну что-то Вот такие Какие-то Эти моменты Ну Кстати я Это в курсе Рассказываю У меня там Обзор на Девять разных стилей Которые Да Там От Отрекистровой До Кальян Рэпа Все Кайф Мы там И Моргенштерна Я сводил С Клавой Кока Это мне пох Которая песня Но она В акустической Я ее сводил И вот я там Как акустику Там Из неживых Мы делали Живые Ну я старался По крайней мере Вот И И там все Я перед началом Это там Большие достаточно Видосы Там по 3-4 часа И я Рассказываю Потому что я учился Когда в Беркле Ты еще учился в Беркле Ну я да Я на Advanced Нет сейчас Advanced Mixing And Mastering And Pro Tools Вот И вот Там тоже Был такой же подход Там Типа Нам разные стили Рассказывали Мы потом сводили Там Профессор был У нас были встречи Ну онлайн Вот И Профессор Чтобы ты понимал Он не сидел Он как профессор Ну он стоял В аудитории И стоял И все на доске Тебе если что Какие-то вопросы Тоже Вот И там И я тоже самое Рассказываю Про подходы В разной музыке С чего это Где какие-то Механические ревера Где не механические Где натуральные Да Потому что Где-то в какой-то стиле Такой-то подход Такой-то подход Такие тузы Типа Я бы не стал бы Условно говоря В какой-то Не знаю В EDM Ну наверное Можно было бы Но потом это контролировать Какой-то пульт Так Понимаешь На бочку Адки разгонять Он вот такую Сделает бочку А там Понимаешь Она должна пинаться Вот И это разные тузы Под разный стиль Под разное Вообще Все этого Короче Надо знать свои тузы Надо знать стиль И контроль И все И тогда миксы Будут крутые Мне кажется Это офигенное Резюме Этого подкаста Надо знать свои тузы Свой стиль И свой контроль Если ты знаешь Первое, второе, третье У тебя не может Получиться плохого микса Это как знаете Как этот Кружочек дешево Это тоже То же самое и тут Чем хуже Ты знаешь стиль Тем Хуже у тебя получится Чем хуже Ты знаешь свой контроль Тем хуже Когда все Ты хорошо знаешь То Потому что Ладно Все До следующего До следующего Ребята Подкаста Смотрите Окончание Этого Потрясающего ролика Вот такой получился подкаст Пишите Что думаете Не забывайте Что у меня есть Телеграм-канал Не забывайте Что у меня есть ВК На который можно подписаться Не забывайте Что у меня есть Потрясающие бусти-подписчики Которые сейчас начали Бежать по этому экрану И вы тоже Можете стать моим бусти-подписчиком Помогать мне Ездить По разным студиям К разным ребятам И Вести с ними Интересные беседы Скажите интересные Блин Не знаю Владик просто Просто невероятно Интересный тип И для меня В очередной раз Я понимаю Что Самые Как бы сказать Самые Не то чтобы уверенные в себе А самые настойчивые Добиваются всего Видите Два главных свойства Как мне кажется Позволили Владику стать Тем Кем он есть Это его уверенность В себе Его настойчивость А второе Это то что Он максимально обучаемый Костя его спросил Знаешь ли ты Про туз Владик сказал Что-то типа Пока нет Но завтра буду Если вы будете работать С таким же подходом Ну не знаю Успех вам Если не гарантирован То крайне вероятен Давайте не будем Больше вести Пустых бесед Спасибо вам За внимание Не забудьте Глянуть последние Два вот этих вот Видосика Адью ребята Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok